Да, и вот более детально мы поговорим о острове Змеиный. Российские оккупанты обстреляли фосфорными бомбами Змеиный после жеста так называемого доброй воли. Об этом сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его данным, из аэродрома Ага-Бельбек во временно оккупированном Крыму Россия дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы завершили выполнение задач. Ну и напомним, что российские оккупанты ушли со Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и из украинской гаубицы Богдана. Если быть точнее, российские власти заявили, что якобы завершили выполнение задачи на острове и в качестве жеста доброй воли вывели находившийся оттуда гарнизон. Но британская разведка назвала истинную причину вывода российских войск с острова. По данным этого ведомства, гарнизон был эвакуирован из-за того, что оказался уязвим перед украинской авиацией. Ну и кроме того, просто убежали они оттуда из-за страха быть уничтоженными. Никакой это был не жест доброй воли, о котором заявляли в российском Минобороне. Сейчас Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, капитан первого ранга с нами на связи. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Наталья, ну по состоянию на сейчас, что мы имеем на острове Змеиный? Я так понимаю, что техники вражеской, техники противника или не остаются, или она в совсем непригодном состоянии там сейчас? Я хочу все-таки обратить внимание на то, что военная операция еще не завершилась. Мы продолжаем военную операцию, поскольку мы не имеем абсолютного проверенного донесения и четких данных о том, что оккупантов на острове абсолютно не осталось, поскольку мы не можем пока туда добраться физически. Мы пока работаем со специальным оборудованием и разведданными. Но, понимая всю коварность ситуации, мы осознаем, что вполне возможны какие-то остатки диверсионных подразделений или спецгрупп, которые могут ожидать высадки нашего десанта или другого появления украинских войск на этом участке территории. Это очень важное уточнение, Наталья. Я прошу прощения, что, может быть, перебиваю вас, но из этого следует, что никаких украинских десантников, никаких морпехов или каких-то других украинских военнослужащих там сейчас нет? Мы пока держим режим тишины при проведении военной операции, поэтому таких данных я раскрывать не буду. Суть в том, что мы отслеживаем ситуацию на острове и знаем, что экстренная эвакуация могла сопровождаться в том числе минированием территории и поверхности острова, минированием единственного причала, который может быть использован для подхода судов, и также могло быть заминировано прилегающие воды к острову. То есть как уходили оккупанты, мы достоверно знать не можем, поскольку на момент их побега остров был охвачен большим количеством пожаров и дыма, и возможно, что это в том числе использовалось и как прикрытие. То есть то, что мы уже знаем и видели, это то, что на острове есть остатки техники, которые мы продолжаем уничтожать, но при этом враг также, используя авиацию, пытается замести следы и каким-то образом снова бомбит ту территорию, где был проявлен жест Доброй Луи. Да, Наталья, а сколько есть понимания, о каких сроках идет речь, сколько приблизительно будет продолжаться эта операция по Змеиному? Ну, учитывая то, что все-таки остров находится на определенном удалении водном, и территориальное море, и исключительно морская экономическая зона заминированы россиянами, поэтому подходы, элементарные подходы и подлеты усложнены, поскольку продолжается использование врагом и авиации в том числе, поэтому тут сроки рассчитывать дело неблагодарное, мы операцию будем вести до ее благополучного завершения. Дай бог, да. Я еще одно уточнение позволю. Оно будет касаться ситуации сейчас вот всей Одесской области, конкретно Одессы. Насколько конкретно ситуация на Змеином сейчас облегчает положение жителей Одессы? Не могу сказать, что облегчает, создает определенный фон, я бы так это обозначила, поскольку удаление острова все-таки позволяет в глубине души хорошо и положительно. Но тем не менее нужно понимать, что все это время враг очень активно атакует, в том числе и ракетами, побережье Одесской области. И причем удары приходятся непосредственно на срез воды и берега, то, что в обычной жизни мы называли курортной зоной. Именно поэтому мы еще раз обращаем внимание, что на данный момент пока курортная зона это зона боевых действий и зона обороны. Количество кораблей, которые сейчас находятся, кораблей противника, я имею в виду, на сегодняшний день каково оно? Корабельная группировка постоянно переформатируется, поскольку они заходят для того, чтобы пополнять запасы и приводить в чувство свой личный состав, который деморализован достаточно сильно уже теми действиями, которые они могут наблюдать, находясь в море. На данный момент находятся три ракетных корабля, носители ракет типа «Калибр». Это 24 ракеты, заряженные и готовы к запуску. И два десантных, больших десантных корабля, которые продолжают создавать эффект возможности десантной операции. Хотя, чисто теоретически, это неэффективно и нецелесообразно. Но факт остается фактом, наличие таких единиц может свидетельствовать и о том, что враг в отчаянии может бросить и живую силу на побережье. Услышали. Услышали. Спасибо большое. Спасибо за эту информацию. Наталья Гуменюк с нами была на связи. Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины. Капитан первого ранга. Мы двигаемся дальше.